Владимир Новак, страховой брокер C-Line Во-первых, спасибо большое, что пригласили. Нам, безусловно, очень приятно принять участие в подобном мероприятии. Если говорить про развитие риск-менеджмента в целом, то, конечно, мне кажется, что в мире сейчас это столкновение с некими новыми проблемами, которые все наблюдают. Это отхождение от неких классических, стандартных сценариев. Это связано с развитием информационных технологий, биотехнологий. Это угрозы киберрисков, это угрозы, связанные с терроризмом, актуализация этих угроз. То есть задача мирового риск-менеджмента – это адаптироваться к этим обстоятельствам, иметь возможность выстроить некую грамотную, работающую, эффективную систему, обновить те стандарты, которые есть в моменте. Что касается нашей российской специфики, то у нас, мне кажется, в принципе, деятельность русского человека связана с риском. У нас очень привык народ к неким сверхприбылям, сверхдоходам, которые сопряжены с высоким риском. И сейчас есть уникальная возможность, вызванная и общими кризисными явлениями, и кризисными явлениями в России, сформировать некие рамки движения бизнеса, движения профессионалов, людей, движения систем рисков, создать регламенты, требования, которые позволят выровнять все это на нормальное русло и таким образом приблизиться к западным стандартам, к тем стандартам, которые уже прошли испытания временем. То есть рано или поздно мы все равно двигаемся в сторону некой best practice, но с учетом тех новых вызовов, которые сейчас есть на международной арене, у нас есть возможность все это стабилизировать и учесть их сразу при формировании нашей собственной системы риск-менеджмента, при формировании тех моделей, которые сейчас необходимы на нашем рынке. При этом приятно отметить достаточно масштабно возрастающий спрос на данную профессию, на необходимость риск-менеджмента в компаниях. Здесь, безусловно, большую роль играет популяризация этого направления и, разумеется, во многом это роль, на наш взгляд, роль государственных органов, то есть создание неких регламентов и процедур, которые позволят усилить эффект, и плотная работа с компаниями, с организациями на предмет прикладных аспектов риск-менеджмента. На мой взгляд, и страхование, и риски – это два неразрывно связанных процесса, то есть, как известно, риск-менеджмент включает в себя два комплекса мер – это превентивные меры, нацеленные на минимизацию, митигацию возможного ущерба или реализации риска, и корректирующие меры. Так вот, страхование – это один из элементов, пожалуй, корректирующих мер, который плавно вливается в некую структуру, в модель рисков, формируемую любым риск-менеджером в любой организации. При этом и один, и второй элемент друг друга поддерживают. То есть, мы, как люди страховой отрасли, мы не ставим себе задачи покупки клиентам или проработки клиентам видов страхования, которые ему не нужны, которые не могут ему обеспечить качественные и эффективные защиты. Для нас задача – это минимизация рисков клиента. Только так мы сможем работать на базе долгосрочного партнерства. Поэтому, если клиент имеет возможность риски минимизировать за счет нестраховых вопросов, то мы с удовольствием поможем в проработке таких вопросов, в поиске необходимых независимых экспертов, консультантов. Мы как раз делаем большой акцент на том, чтобы рассматривались риски в совокупности. И как раз процедуры риск-менеджмента позволяли контролировать максимально то, что может быть контролируемо за счет нестраховых продуктов. А страхование – это некий дополнительный элемент, который позволяет закрыть ту часть рисков, которыми действительно сложно или в данный момент неактуально управлять с помощью человеческих ресурсов. Для этого есть некие фонды в виде страховщиков, которые позволяют оперативно отреагировать и выплатить страховое возмещение, поддержав уровень ликвидности в компании. При этом, действительно, многие страховые продукты из позиции уже страховщиков и перестраховочных рынков, желающих минимизировать свои возможные убытки, они очень часто предполагают необходимость проведения риск-сюрвеев. То есть, привлекаются независимые эксперты, которые формируют выгоду как страховому рынку, который подписывается под риском клиента, так и для самого клиента, который имеет возможность наладить и отточить механизм и минимизировать тот негативный эффект, который может возникнуть в виде увеличения премии в случае убыточных периодов страхования. Это достаточно простой вопрос. Мы как раз непосредственно, мое подразделение специализируется на неких финансовых и специальных рисках, то есть нестандартных направлениях. Как раз наше направление сейчас имеет большую актуальность. С точки зрения, наверное, такой прикладной практической востребованности, я бы поставил на одну из первых позиций страхование ответственности директоров должностных лиц. Это актуально для регулируемых отраслей, для финансовой отрасли, для страховой отрасли. Мы ежедневно, пожалуй, наблюдаем отзыв лицензии и введение временных администраций у целого ряда количества страховщиков, банков, различных финансиститутов. И все это, как правило, сопровождается претензиями к руководству этих компаний. Страхование D&O – прекрасная возможность для топ-менеджмента защитить свои имущественные интересы, скажем так, за счет компании. Мы как раз позиционируем полисы D&O как некий элемент соцпакета. Более того, мы встречались в ситуации, когда полисы D&O приобретали специально для того, чтобы мотивировать менеджеров и сотрудников компании на принятие определенных управленческих решений, чтобы не возникало ненужной бюрократической системы и решения принимались быстро и эффективно. Помимо D&O мы рекомендуем обратить внимание на страхование киберрисков. То есть сейчас, по мнению всех риск-менеджеров, и российских, и международных, кибер-угроза – это одно из основных направлений защиты, которой нужно предусматривать, защита от кибер-угроз, кибер-атак. И уже на нашем рынке появились возможности приобретения соответствующего страхового покрытия. Вопреки заблуждению многих, оно не дает стопроцентной компенсации убытков от кибер-атак, но оно обеспечивает защиту, связанную с ответственностью перед третьими лицами за утечку данных компаний. Оно обеспечивает расходы на юридическую защиту, оно обеспечивает комплекс мер, направленных на минимизацию потенциальных убытков, связанных с проведением расследований и минимизацией кибер-инцидентов. А также дает в определенных случаях, если мы говорим, например, про банковское страхование, возможность застраховать прямой финансовый ущерб финансового института, связанного с внешней кибер-атакой. Ну и, наконец, третий вид страхования, который я бы отметил, у нас сегодня на конференции, на мероприятии это тоже обсуждается, страхование рисков неоплаты дебиторской задолженности. Мы для себя отметили 2014 и 2015 год как годы с возросшей убыточностью. Это элемент некой цикличности, предыдущий цикл которого был в 2008 году, связанный с возросшим количеством неплатежей со стороны контрагентов, с которыми поставщики работают на условиях отсрочки платежа, вытекающими в многомиллиардные убытки. Рынок стал намного жестче, сейчас это рынок страховщика, опять-таки в связи с возросшей потребностью страхования подобных рисков. Причем очень концентрирована эта потребность по отраслям, таких как, например, электроника и фарма, в которых страховщики из высокой убыточности в целом отказали возобновлять полисы на миллиардные суммы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова